друзья товарищи всех приветствую сегодня у меня на обзоре очередной свет для велосипеда не опять а снова и на этот раз от лизайна с космическим названием superdrive 1600 xxl smart connect да и это было еще только название поехали смотреть лизайн это у нас американцы смотрим что же нам они тут обещают алюминиевый корпус да очень хорошо обработано на сложных чпу станках договора конечно это все понятно овер драйера из мод это у нас очень мощный режим данном случае на 1600 люмен зарядка у нас осуществляется через usb и слава богу что они написали что это конкретно микро юсб который здесь по факту есть потому что сердечники тоже могут смотреть видео подобного плана так у нас влагозащита какая-то какая мы конечно же не укажем но вероятно я думаю это ipx4 ipx5 при focus optics это у них фирменная оптика состоящая из трех светодиодов на которой мы позже более детально остановимся constant lumens это они нам говорят что даже при почти полной разрядки аккумулятора у вас все равно будет неизменная яркость свечения в том или ином режиме модно бери это у нас естественно память режимов это хорошо повар индикатор да и здесь он как и в старых моделях осуществляется светодиодиками до 21 век на дворе мы это заслужили а то что даже nokia 3310 даже в свои молодые года имела более точный показатель уровня заряда аккумулятора это никого не интересует в двадцать первом веке вас должны быть светодиодики не иначе side visible и здесь нам указывают что у вас сбоку оптику тоже видно здесь по картинке нам указывают что вы можете с помощью телефона настроить свой фонарь ok сейчас будем смотреть как это делать а также смотрим комплектацию фонаря так сам фонарь макулатура и кабель зарядки usb micro usb нас данном случае максимально простая комплектация данного фонаря этот фонарь может быть в как минимум еще двух комплектациях 2 комплектация это он будет в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления что упрощает пользование фонарем а также может быть еще какой-то там ктв про smart connect короче какой-то из фонарей серии smart connect который будет работать в паре с данным фонарем необходимые технические характеристики данного фонаря максимальная мощность как мы уже из названия понимаем 1600 люмен вес фонаря 226 грамм размеры фонаря 100 миллиметров в длину это уже вместе с заглушкой 32 миллиметра по толщине и 48 миллиметров по ширине рассмотрим чуть детальнее оптику оптика таки да действительно состоит из трех светодиодов которые в сумме дают 1600 люмен при максимальном режиме так здесь мы уже видим прям проводочки через оптику через переднее стекло видно красный провод плюсовый который подходит непосредственно к самой плате а там еще видно черный минусовый провод не критично конечно но какого хрена дальше сбоку мы конечно же тоже виде такую выборку тем самым фонарика появляется боковые габариты конкретный тест примера будет как сюда в конце видео а сейчас будем смотреть режимы и сколько в каком режиме он проработает при 1000 лимон проработать два с половиной часа 600 лимон 345 250 10 часов 15 лимон 148 они этим кстати гордятся даже пишется 148 часов максимальное время работы на 150 лимонах мигающим у нас получается 33 часа пульсирующий 150 38 часов и overdrive максимальная мощность час 45 то есть без малого два часа в максимальном режиме очень очень не слабо при одноразовом нажатии на клавишу питания она зажигается зеленым светом тем самым говорит нам о том что аккумулятор нас в порядке то есть заряда хватает вот с такого расстояния товарищи мгновенно нагревает вот руку это где-то сантиметров 15 наверное а сейчас кстати яркий пример работы шим контроллера чем слабее тем чаще будут и ты вот эти полосы на камеру прикольный кстати эффект то есть у нас сейчас в основном режимы свечения 4 штуки по кругу это у нас сейчас 1600 лимон 1600 250 то есть четыре основных режима которые идут изначально в этом фонаре в общем нам говорят следующее что благодаря вот этой оптики три фокус как они сказали да очень хорошая концентрация пятна на асфальте она шире чем это было бы при одном светодиоде и при этом она не слепит встречных водителей чем и как и почему она не слепит мне сейчас непонятно я полностью сейчас наблюдаю абсолютно другую картину в максимально слабом режиме сейчас посвечу при 250 лимонах я сейчас уже даже не вижу что я конкретно снимаю заслепила товарищи очень хорошо это было 250 лимон как она может не слепить я не знаю поскольку этот фонарь достаточно мощный а раз мощный значит может светить далеко а раз далеко значит вы его вряд ли будете выставлять метров за пять возле колеса правильно вы будете его выставлять ну то есть не не перед колесом грубо говоря чтобы он там метров пять светил а вы будете его ставить чтобы он значительно дальше светил потому что он может освещать дальше как вы думаете в этом режиме будет он слепить людей или нет конечно же будет потому что я сейчас полностью убедился в том что она слепит ребята это реальный чёс нихрена в него нет против того чтобы не слепить никаких не козырьков конструктивно нету ничего оптика простая на 1600 валит аки сатана то есть это действительно то даже по нагреву самого фонаря сейчас ощущается что до светит он дай боже так что еще тут у нас из особенностей крепление у этого фонаря поворотное можно выставить себе любой угол но на руле тем более потому что мы имеем хомут то есть тут все в порядке я отмечу что вот этот момент лучше сделанный чем у реймана фонарь развесован правильно а рейман свою очередь делает крепление так что фонарь это вот так вот смещен и при сильных ударах при сильно ухабистой какой-то дороге есть вероятность что он как минимум опустится либо даже возможно сломается крепление но это мои предположения на дальше посмотрим что же с ним можно сделать при коннекте 6 к нему с помощью телефона и одновременно сейчас буду снимать то что происходит на экране телефона то есть что этом нажимаю а также сам фонарь второстепенным кадром для того чтобы было видно что с ним происходит в конкретный момент так программку лет олли от лизайна я уже скачал при этом у меня уже включен bluetooth если он не включен то программка автоматически попросит разрешение на включение bluetooth а тут нам крутится рекламка а вместе с этим он ищет устройство которое будет в зоне вот он автоматически уже подключился спрашивает на обновление но обновиться я не хочу пускай он будет так как он был завода и в данном случае нам доступно первый режим overdrive это 1600 blast это у нас на тысячу люмен эндуро на 600 экономичный на 250 люмен так программ лет нажимаем и здесь мы видим каждый из режимов и к примеру можно полностью сделать все наоборот 1 экономичный 2 и сделаем эндуро 3 blast и 4 overdrive то есть первый у меня самый будет маленький но и 4 максимально мощный так давайте пускай 3 режим я хочу чтобы у меня был какой-то пульсирующий вот пульс у нас езда и вот он мигает окей второй у меня эндуро 4 режим к примеру максимально мощный мне вообще не нужно я его удаляю у меня остается экономичный на 250 эндуро на 600 люмен и 3 пульсирующий к примеру мне так нужно так дальше вариант который очень сильно понравится всяким там ночным дыхачником ну или не знаю людям которым нужно максимально мощный свет и ни в коем случае не путаться с остальными режимами что мы делаем третий режим удаляем 2 удаляем 1 overdrive после любых изменений вы нажимаете save light mods и он сохраняет все то что вы сделали то есть вы сам себе режиссер как придумали так и будет вот в этой вкладке front здесь он сейчас видит передний свет а с этой стороны будет рир задней то есть это в случае когда у вас будет комплектом этот свет именно серии smart connect то есть у вас уже появится возможность смешивать их между собой грубо говоря делать все полностью под себя так как хотите именно вы так ну и для теста сейчас посмотрим у меня остается один максимально мощный режим а второй к примеру я добавлю пульсирующий а я сделал первый пульсирующий а второй overdrive save и вот мы имеем два режима пульсирующий и overdrive выключим и при включении самого фонаря то есть тут вот у меня вот мой телефон я ничего с ним не делаю включаем максимально мощный и пульсирующий максимально мощный и пульсирующий выключаем так ну и вернем все как было первый режим у нас overdrive второй blast 3 эндуро 4 экономичный все никаких мигающих 1 2 3 4 все окей также вы можете вот здесь вот задать название свое какое вы придумаете к примеру вы по мне не знаю катаетесь на велосипеде трек назовете его трек примеру здесь нажимаем ok и сохраняем выключаем и выходим из программки все удаляем фонарь у нас теперь уже работает по-другому так как он был самого начала 1600 1600 250 все четыре режима которые работают по кругу ну а теперь пройдемте посмотрим насколько он хорошо освещает так что товарищи сейчас работает режим 250 люмен видно в принципе достаточно неплохо и включаем 1600 люмен но в принципе все как днем полностью 1000 люмен тоже очень хорошо и 600 тоже общем на режиме 1600 люмен он запросто пересвечивает мой фонарь софир который на 3500 люмен ну а покупать данный фонарик или нет каждый будет решать сам потому что 130 долларов для велосипедного фонарика это не так уж и мало есть и другие варианты которые будут стоить дешевле и возможно в чем-то будут лучше а в свою очередь я этот фонарик могу рекомендовать сделан он добротно чувствуется как монолитным куском то есть он не будет какой-то там шалтай болтай с качеством исполнения у этого фонаря полный порядок у меня на этом все всем желаю хорошего настроения и огромной всем удачи пока пока а Продолжение следует...